всем привет я снова в лесу вчера ходили женой собирали 5 ведер сегодня приехал один жена с детьми и вот первый гриб у нас под осиновичку такой самый прикол вообще не в этом я тут мучусь по лесу надо будет еще пару раз пройти его фишка в том что я заметил с дороги гриб большой его всегда в принципе это место она так хорошо просматривается я прям с дороги думаю да я посмотрю и стоит и вот прям туда можно сказать несусь потому что зайти в том месте особо нельзя под березовичка стоят вот один упал уже маленький и стоит а до того места осталось совсем немного сейчас надеюсь если комар опять глаз не залетит то есть все таки дойду до туда задолбали комарю вот все попшикал все руки голову но глаза по не попшикаешь вонючкой они прям глаза лезут так аккуратненько здесь тоже могут быть грибы вон он там стоит его отсюда видно смотрите вот дорога и вот он здесь на холме прям стоит огромный вот такой вот гриб сейчас буду еще смотреть вокруг пока ведро оставлю из подосин очки тоже попадается иногда показалось жара у нас невыносимая стоит просто невыносимая еще беленький сегодня 30 градусов влажность жара на улице прям просто невыносимо находиться но за грибами ездить надо поэтому я гоняю постоянно так ну сейчас посмотрим вокруг что еще есть может быть есть пойду срывать тот маленький вроде ничего не вижу вы видите что-нибудь давайте подсказывайте в комментариях я обязательно приеду если что-то пропустил тут же прям за ним березовичек прям на тропинке часто вот попадаются подберезовички я думаю уже начинать их брать у меня жена их не особо любит вот про молодой свеженький хорошенький что-нибудь она с ним обязательно сделает нож нашел был воткнут землю такой вот хороший приеду домой дам объявление может быть найдется владелец смотрите зашел березовый лес раз уже сгнивший стоит два три сгнивший уже белым покрылись блин надо было сюда пораньше прийти кто ж знал постоянно гоняем по разным местам ищем ищем где грибы есть они иногда вот так стоят стоят и не дожидаются грибников обидно сухо вдруг наступило прям вообще прям сухота вот это второй раз оговаривают наверное из-за жары в голове короче вообще туман еще целая семейка смотрите прошел дождик а потом жара наступила дико конечно не вылазили им плохо стало не он все гниют сразу и и сохнут и не растут где не пособирали они уже тоже вот все уже про киши тоже вот срезаешь под березочки они про киши уже с плесенью зайду до конца тут такой молодой березняк том году здесь под березовики резал прям вообще только успевал нагибаться был же здесь смотрите и вот был здесь два дня назад женой бобровики выросли маленький бобровик уже сухой стоит такой еще там один вижу можем их сюда почистим а вот еще стоит комарь и живет сразу грибами запахло они то здесь больше ничего не прячется друзья пошел искать боровики нашел ильмак вот ему уже плохо уже все гниет видите ну не успел я или мак свежий бы найти было бы вообще ништяк что-то вижу вокруг надо место запомнить в следующем году когда пойдет ильмак только надо будет сюда заехать в принципе место и так запомнил что в следующем году буду здесь ильмака собирать какие сыроежки образцово показательная сыроежка заехал я уже в последний лес если здесь ничего не найду поеду домой комары насильники короче у нас тут приморье что если хотите приезжайте посмотрите ну прям уже изнасиловали меня прям очень мощно не могу уже больше тем более грибов особо не попадается сейчас посмотрю в этом лесу небольшой такой вот лесок дубничок с кустиками если ничего не то да вот я все таки нашел ходил ходил лисичек чуть-чуть собрал кстати жена сказал не собирать лисички ну как я могу пройти мимо не немножечко блин как же все таки они пахнут обалдеть 4 вокруг ничего не вижу кроме сыроежек друзья ухты смотрите видите видите не видите напишите в комментариях видите или не видите так в этом лесу еще вообще ни разу не был как лесу подлесок такой я получается он там лазил решил перейти чуть дальше но я раньше не видел что здесь есть переход думаю да перейду посмотрю и тут вот он сразу на входе стоит красавчик друзья еще один маленький тут же буквально наверное в пяти метрах так друзья заезжал я в этот лес честно говоря без особой надежды что-то найти ну и как вы видели нашел прям два хорошеньких уже шел думаю ну все надо идти домой прощаться как бы чуть-чуть насобирал грибов блинов лес меня этот лесок прям не отпускает вот стоит вот прям здесь наверху здесь даже не ходил надо пойти еще о блин друзья если по шаре смотрите о и вот еще что ничего себе три штучки здесь вот на как на пригорке здесь вроде как ходили проверяли видно что кусты все поломаны блин ты туда вот это я нашел вот еще два стоит вот видите поджарился как он так умудрился под этим стоя поджариться так так вот бывает друзья все я на выход комары одолели сбок больше нет не вижу по крайней мере уж слепой жену надо вот результат моего сегодняшнего похода в принципе я считаю что неплохо учитывая что я опять поехал после работы как всегда уже с утра все пособирали ну и вот таких мест конечно как в прошлом ролике я не нашел сегодня ну ничего будем искать будем стараться вам спасибо за то что досмотрели увидимся в следующем ролике жду ваших комментариев ваших подписок новых так сказать зрителей всегда рад видеть старых зрителей всегда рад пообщаться вы знаете в комментариях задавайте вопросы будете получать на них ответы и кстати один из частых вопросов и сразу могу ответить вам жену мою зовут ирина не зову ее так ирина ирина иди сюда бред поэтому уменьшительно ласкательно а то все спрашивают нам как жену зовут как жену зовут что вот и сам я с приморского края пожарского района тоже очень частый вопрос вот кто не досмотрит до конца не узнает ответ потом опять в комментариях напишет откуда вы и вот я сразу пойму что человек до конца не досмотрел ролик ну все пока увидимся в следующем видео когда она будет не знаю честно говоря но увидимся по-любому ну ну Продолжение следует...